Час Делягина на радио Комсомольская правда После крымской виктории нашей, когда народ активно не только в Крыму выразил желание воссоединиться с Россией, к большому удивлению Запада, но и народ России поддержал так единодушно впервые, наверное, власть Во-первых, народ не поддержал власть. Народ поддержал здравый смысл. Народ поддержал власть и восхитился ей, потому что он впервые за четверть века увидел власть, которая служит ему. И он понадеялся, что теперь так и будет. Знаете, это было удивительное чувство. Оно проявилось еще во время Олимпиады, когда мой один знакомый, абсолютно оппозиционно настроенный, он сказал, да, у меня украли много денег в связи с этой Олимпиадой. Скажите, пусть украдут еще, чтобы я еще раз стоял перед телевизором, пел этот гимн и плакал. И когда после этого произошел Крым, когда уже не показуха, уже не спектакль, уже не балет, а по-честному. Ведь что мы сделали? Наше руководство плюнуло на свои интересы на Западе, подставилось перед Западом по полной программе. Плюнуло на экономику, потому что Крым без Херсонской области – это чемодан без ручки. Плюнуло на все. Вот есть два миллиона человек, которые сказали, что мы хотим быть с Россией. Особо это наше руководство не хотело, но если они хотят, значит так тому и быть, мы не можем их посылать. И у каждого в России возникло чувство, что сегодня не послали 2 миллиона людей, которые живут в Крыму. Так может быть завтра перестанут посылать и те 140 миллионов, что живут в России. Сегодня повернулись лицом к людям Крыма, завтра, может, наша войска, все России повернется лицом, а не только к одному Крыму. Вот что было в обществе. Что касается постановлений, которые имеют место быть... Ну это я намекаю на отмену социальных так называемых... Тоже, тоже, тоже. Первый шаг к здравому смыслу продемонстрировал премьер Медведев. Я ругаю его, я очень критично к нему отношусь, я с большим наслаждением смотрю публичные выступления, они меня радуют. Я испытываю большое удовольствие от этого, поэтому я так редко хожу в театр. Меня тут театралы обвиняют в этом. И в цирк. Ну в цирк я совсем не хожу, я в Государственную Думу иногда посматриваю заседание, это лучше. Но этот самый премьер Медведев подвел итоги так называемого эксперимента по социальному нормированию потребления электроэнергии. На самом деле идея социального нормирования потребления электроэнергии абсолютно правильная. Есть уровень потребления, который я потребляю обычно. Если я выключаю с собой воду, гашу с собой свет, при этом себя особо не ограничиваю, то вот тот уровень потребления, который обычный. Добавьте к нему 30% на всякий чрезвычайный случай. И если я решил у себя дома поставить станок, ну извините, я за этот станок должен платить повышенную плату, потому что я перегружаю все эти нагрузки, на которые они не рассчитаны. В конце-то концов. Ну что такое? Если я у себя дома сделал теплицу для выращивания тюльпанов, это хорошо, это прекрасный бизнес, но, ребята, за это тоже нужно платить. Квартира не для этого, так по-хорошему. Но у нас это сделали в интересах естественных монополий, в которых ограничили их аппетиты путем сдерживания тарифов. Они все равно остаются заоблачно высокими, нецензурно высокими, но они хотят наращивать их дальше. А у нас некоторые люди в государстве, типа президента Путина, сказали, ну куда же дальше-то, давайте притормаживайте, а то меня сейчас начальство начнет рвать эта страна. А социальная норма-то была такая скрытая повышение? И это было скрытое повышение, потому что социальную норму устанавливали на заведомо заниженном уровне. Значит, было пять регионов, и разница превышала три раза, потому что в Смоленской области было, типа, 50 киловатт в час на человека в месяц, а во Владимирской области было, типа, 160 киловатт на человека в месяц, что, в принципе, терпимо. На самом деле, тоже, с моей точки зрения, недостаточно, и нужно посмотреть специфику региона, и у каждого региона, конечно, своя специфика. Но, тем не менее, это близко к нормальному. Ну, а 50 – это издевательство. А все, что свыше социальной нормы, естественно, будет оплачиваться по сильно повышенному тарифу. Это скрытое повышение тарифов, когда, с одной стороны, все белые и пушистые тарифы низкие, а вы платите все больше, больше и больше и разоряетесь. Хотя в свое время Чубайс, затевая реформу нашей энергетической единой системы, разваливаю, говорил, что тарифы будут снижаться. Странно, Евгений. Мне казалось, что все люди, которые верили Чубайсу, уже давно умерли. Это люди, которые не верят в силу тяготения. Поэтому выходят с девятого этажа из окошка. Это люди, которые не верят в реальность. Потому что для того, чтобы верить Чубайсу, нужно не просто отрицать существование реальности, нужно не верить в ее существование. Но вернемся к социальной норме. Социальные нормы на электричество в том виде, в котором они были, это было с инструмента грабежа людей. То есть идея была правильная, но из нее превратили инструмент грабежа. И посмотрев на итоги этого эксперимента, господин Медведев ввел порядок с 1 января, который, учитывая все особенности нашего премьера, является практически идеальным решением. Решение о том, вводить или нет социальную норму потребления электроэнергии, а если вводить, то на каком уровне, было передано на полную, так сказать, произвол региональных властей. У нас в регионах много безумцев есть, много некомпетентных людей тоже есть, но сейчас мы переходим к выборам губернаторов. Ни один губернатор не хочет слететься в свои должности, и ни один губернатор не хочет обеспечить Единой России в своем регионе 0% голосов после всех фастификаций таким образом. Поэтому это завуалированный отказ от этого безумного метода грабежа. Шаг к здравому смыслу был сделан. Второй шаг к здравому смыслу был сделан не так давно, когда тот же самый премьер Медведев сделал следующее публичное заявление. Но об этом заявлении вы скажете через несколько минут, и сейчас нам пора... А вы снимаете рекламу и предвкушаете разумные слова, сказанные нашим премьером. Долго ждать придется, боюсь, следующих слов. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Продолжается час Делягина на волна «Комсомольская правда». Итак, Михаил Геннадьевич, что же сказал премьер? И премьер четко зафиксировал. Ведь были планы введения социальных норм не только в области электричества. Да, и на воду, на тепло. На воду, на тепло, на газ, потому что все естественные монополии захотели подсуетиться и тоже вслед за энергетиками ограбить граждан Российской Федерации. Ну да, система ЖКХ и так грабительская. Ну она монополистическая, а монополии не могут не грабить потребителей, если за ними не смотреть. Но если вы голодного тигра посадите в одну клетку с самым симпатичным белым и пушистым котиком, то тигру может тоже этот котик нравиться, но он голодный и он его съест без вашего вмешательства. Поэтому должно быть государственное регулирование, которое защищает нас с вами, таких белых и пушистых, от этих голодных тигров, монополий, которые должны нас обеспечивать жизненными благами. За умеренные деньги. И без перебоев. Итак, вернемся. И товарищ Медведев сказал, что да, есть вот такая идея. И вы знаете, она не своевременная. То есть ее отложили в светлое будущее, по крайней мере на несколько лет. Естественно, монополии будут постоянно ее пытаться засунуть обратно. Но на данном этапе их натиск отбит. Я думаю, что скорее это связано с отказом от социальных норм электроэнергетики, потому что отказаться от социальных норм электричества и ввозить социальные нормы на воду, тепло и газ было бы нелогично. Причем предлог был очень смешной, что далеко не везде есть счетчики, которые позволяют оценивать уровень потребления. Ну, ребят, поставьте эти счетчики, дело с концом. Под благовидным предлогом государство, естественно, не сказало, что он будет защищать нас с вами от грабежа монополий. Я думаю, по простой причине. Если ограничить произволы монополий, эти монополии зовут государству один единственный вопрос, не риторический. Мужики, а с чего мы будем платить взятки? На этот вопрос нет корректного ответа в данной политической системе. Поэтому я считаю, что этот господин Медведев, учитывая его специфику, его особенности и особенности нашей системы, сделал максимум полезного, что можно. Вот если бы этот же господин Медведев поработал у нас в Москве начальником департамента транспортной политики, ну, хоть недельку, это было бы так хорошо, чтобы он вот эти вот свои поползновения к разумности перенес на наши улицы едва. Я прекрасно помню, когда Лужков закупил первую партию эвакуаторов, и в интернете появились баннеры «Вырасти сына», «Посади дерево», «Сожги эвакуатор». И люди говорили о сафари, который объявили московские власти на москвичей. Это было действительно так. Потому что Москву стали превращать город в город, непригодный для ее жизни. То, что мы видим сегодня, по-прежнему, даже с учетом введения платных парковок в центре Москвы, в ряде случаев нельзя запарковаться. Уже московские театры, они уже переносят начало спектаклей на 15-20 минут, потому что московские театры, которые расположены в центре, знают, что люди приедут и будут 15-20 минут кататься по центру города, сжигая бензина, создавая пробки, ища, куда бы притхнуться. А, скажем, не так давно в центре Москвы был чудесный эпизод, люди обратились в суд, неизвестно, чем это дело кончится. Эпизод следующий. У людей есть машины, они живут в центре. У них есть эти купленные талоны, что они свою машину имеют право держать там на паре стоянок около своего дома. Они ночью ставят машину на эту стоянку. Вечером поставили машину, легли спать. Ночью приехали люди и изменили разметку, убрали парковку, которая там была оплатной, за которую оплачены деньги. И поставили там знак, что парковаться нельзя. Сфотографировали ночью со вспышкой и угнали машину. По сути дела украли машину. Утром люди выходят к своим машинам ехать на работу, машины нет, парковки тоже нет. Вы попали, ребята. Это новая практика. Говорят, ой, московская мэрия про это ничего не знает. Простите, пожалуйста, если московская мэрия про это ничего не знала, она бы штрафы не брала за этот грабеж. А здесь она как зайка взяла все деньги. И возвращаться, по-моему, не собирается. Ладно, это центр Москвы. Но вот в апреле бревья по Карамовской набережной, это не центр, по Тихой улице. И вдруг вижу, что появились свеженькие знаки. Причем на обеих сторонах улицы. Что стоянка запрещена. Где обычно всегда машин ставили знаков, то не было. Свеженькие. И тут же колонна под прикрытием ГАИ, колонна вот этих зеленых эвакуаторов, которые вот... И это практика его постоянно уже и на крайних. Когда глава церкви, вот эта вот лексутовщина, это лексутовщина, это не собрать деньги. Это грабеж и сделать Москву местом непригодным для жизни. У меня такое ощущение, что власти Москвы приняли осмысленное решение, что в Москве должны остаться миллиардеры, чиновники, ну, если кто-то из них еще не миллиардер, ладно, пусть пока потусуются, и гастарбайтеры. А для всех остальных это должна быть территория, непригодная для жизни. Которая невозможна существовать по-человечески. Потому что, да, в центре города, ладно, платные парковки имеют право на существование. Цена. Другой вопрос. Почему мы перечисляем деньги на Кипр? Другой вопрос. Почему мы перечисляем деньги в обход налоговых платежей? Там нет налоговых справочек, налоговых и тысамых реквизитов во многих парковках, на квитанциях, как сообщают. Да, это называется налоговое преступление. И это преступление совершает мэрия Москвы абсолютно безнаказанно. Если вы не заплатите налоги, вы сядете. А московская мэрия не платит налоги принципиально в свой собственный бюджет. Это очень забавно. И нам устами купленных блогеров рассказывают, что, да, это, конечно, не очень хорошо, но это не имеет никакого отношения к коррупции, потому что мне это сказали в мэрии. Почему я сам не знаю? Это никакого отношения к коррупции не имеет. Запомните, никакого. Идет расползание по всей Москве. Причем в местах, где, отродясь, не было никаких транспортных проблем. С одной стороны, вводятся платные парковки, тихой сапой. И так ее не заметят, что это платная парковка. А с другой стороны, запрещают парковку там, где парковка никому не мешает. Просто для того, чтобы грабить людей. Эта служба приносит Москве, по их оценкам, 114 миллионов рублей. Там по оценкам. Да? В месяц. Ну, простите, пожалуйста, хорошо. Ширится уже. Во-первых, это ширится. Это делает для людей жизнь непригодной. А во-вторых, бюджет города Москвы имеет дефицит более 200 миллиардов рублей. Это вещи несопоставимые. В масштабах Москвы выгода от этого грабежа копеечная. Я понимаю, что эти люди, вероятно, кое-чего не проносят мимо своего кармана. Я понимаю, что не просто так эти деньги загоняются на Кипр и не просто так там нет налоговых, так сказать, обозначений. По крайней мере, не было на многих парковочных автоматах. Но эти люди осознанно приехали в Москву неизвестно откуда и осознанно делают Москву непригодной для жизни. Вот даже комсомолка писала в апреле, как раз обложка была, что на 200 улицах, ведущих к центру, даже запрещено останавливаться. К машинам, чтобы тут же эвакуаторы появляются. Что за якобы эксперимент нового? У магазинов специально осознанно дежурят эвакуаторы, которые не позволяют людям даже выйти из машин. Дело не в том, где родился тот или иной руководитель. Родители, большинство из нас, приехали в Москву откуда-то. И многие из них испытали все радости того, когда на них показывают пальцем и говорят ой, лимита. Деды, большинство из нас, приехали в Москву, тем более бабушки. Люди, у которых хотя бы один дед и бабушка родились в Москве, таких немного. Ну, я к ним принадлежу, но это другой разговор. Это не важно. Поэтому, когда при мне говорят оленевод, я хочу, я зверей от этого. Это не важно. Считайте, у меня тоже там непонятно кем. Но, когда люди приезжают в Москву, и вместо того, чтобы жить в рамках московской культуры, чтобы создавать этот город, начинают его разрушать, знаете, да мне плевать. Да будьте вы хоть Рюрикович, да хоть ваш предок построил этот город 850 лет назад. Мне это вообще не интересует. Вы разрушаете этот город вместо того, чтобы его строить. Вы не имеете права на существование в этом качестве. И я призываю всех граждан, которые будут в Москве, первое, придите, проголосуйте на выборах в Мосгордуме. И, пожалуйста, если Единая Россия не одумается и не покончит с этой Лексутовщиной, или Лексутовщиной, не знаю как правильно, до середины сентября, когда будут выборов в Мосгордуме, голосуйте за кого угодно. Хоть за Жириновского голосуйте. Хоть за Ежонка, Зверушку и неведомую Зверюшку голосуйте. Хоть за Навального. За кого угодно голосуйте, кроме Единой России. Потому что, ну, она делает невозможной жизни в этом городе. У нее достаточно времени, чтобы одуматься. Они тоже звереют от этих парковок. Они тоже платят за эти безумные штрафы. Их машины тоже угоняют. Они не в безвоздушном пространстве. Не все они живут в Рублевско-Куршевельском федеральном округе. Если они хотят уничтожать этот город, вы знаете, мы имеем право вычеркнуть их из истории нашего города. У нас и Шемяка здесь был. Извините, переговорю. У нас здесь много чего было на фоне чего Шемяк оказался ангелом. У нас много чего творилось в Москве. Но все, кто уничтожал Москву, все ушли отсюда с позором. И оккупанты, и шведы, и поляки, и немцы, и люди, которые по недоразумению считали себя русскими. Так вот. А люди, которые Москву устроили и созидали, им до сих пор благодарны. Их до сих пор помнят. Большинство из них. Поэтому у этих людей есть время одуматься. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли они одумаются. А что-то подсказывает, что нам с вами, Михаил Геннадьевич, на пару минут придется прервать. Перед. Оставайтесь с нами, друзья. Час Делегина. На радио Комсомольская правда. Продолжается Час Делегина. Причем, понимаете, не очень обидно. Не очень обидно. Потому что Московская мэрия, в общем-то, в последнее время начала проявлять разум, начала строить город. Да, была компания по уничтожению малого бизнеса безумная. Была компания по замену тротуара плиткой безумная. Было много чего. Но в последнее время люди начали заниматься делом. И у них, в общем-то, получается. Они избавились от людей типа Шаронова. Так сказать, конченого реформатора и либерала, с моей точки зрения. То есть есть вещи, которые позитивны. Метро, опять-таки. Я понимаю, что метро перегруженный транспорт, перегруженный, все плохо. Метро аварий каждый день практически. Но было время, когда их частота нарастала. А сейчас вроде бы, вроде бы, как-то процесс хотя бы сбалансировать удалось. Есть изменения к лучшему во многих сферах жизни. Но зачем ставить на себе жирный крест этой лексутовщины? Зачем осознанно? Только-только Москва забыла прошлые, так сказать, обиды. И начала привыкать к тому, что Московская мэрия – это не так плохо. Не обязательно плохо. И во многих вещах даже хорошо и нормально. Ну, создание этих самых многофункциональных центров, в конце концов. Их, по-моему, два или три в Москве всего пока, но они есть. И, вы знаете, когда в воскресенье вечером они работают. Ну, для меня это как на Марс попасть. Только-только люди начали относиться с уважением. Только-только люди начали верить в то, что Московская мэрия – все-таки Московская для Москвы. Ну, нате вам. Вот вы говорили, что власть должна помягчить к народу. Ага. У нас как раз обсуждается вопрос о том, чтобы с 1 июня, чтобы никто ничего не заметил, поднять тарифы ОСАГО на 20-40%. Идея ОСАГО – замечательная идея, гениальная идея. Но, вы знаете, когда вы пытаетесь получить возмещение в страховой компании, вам кажется, что вы еврей, который пришел устраиваться на работу в гестапо. Вот такое ощущение. Даже те, которые хорошо рекламируются, говорят, мы платим всегда, ага, ага, побили вам бампер. Цена бампера минимум 15 тысяч, сработает 20 тысяч. А мы говорим, ой, вы знаете, а вашей машине 2,5 года, поэтому ваш бампер самортизирован, поэтому мы вам выплатим через некоторое время 2,5 тысячи рублей. И при этом еще у вас ноги вытирают. Я знаю огромное количество людей, которые просто перестали страховать свои автомобили на угон, урон, ущерб. Потому что это бессмысленно. Да, у вас в любой момент может въехать самослала какая-нибудь блондинка, но это бывает там раз в год, и вы никогда не получите суммы реального ущерба. И если вы получите на четверть меньше, то вы должны радоваться и молиться. Система страхования, с моей точки зрения, превратилась в систему законенного грабежа россиян. И эти люди еще смеют повышать тарифы. Если люди говорят, ой, а вы знаете, а мы бедные. Ребят, ну если грабитель бедный, то я ничего против этого не имею. Если говорят, ой, а вы знаете, у нас многие регионы лишатся системы ОСАГО вообще. Господа, введите государственную компанию, которая будет страховать по-честному и без грабежа. Чтобы прекратить этот бандитизм, узаконен. Потому что бандит вас ограбит, и может еще и не ограбит, а страховая компания, скорее всего, ограбит. И когда мы видим вот эти вот разговоры, наполнен в серьезе, вылезают лоббисты этих страховщиков. Говорят, да, вы знаете, мы так тяжело живем. Да, они тяжело живут. Нехрентабельно все упало, чем 300 процентов. Ага. Это больше, чем при торговле наркотиками, насколько я могу судить. Вы понимаете, это производит впечатление наглого, цинечного грабежа. И эти люди хотят править нашей страной? Ребята, вы в своей политике ведете Россию к Майдану, к революции, к хаосу. Я могу вам объяснить, из-за чего и как возникнет Майдан в Москве. Это будет не так, как мечтают наши прекраснодушные либералы, что соберется миллион разгневанных горожан, которые властно и решительно потребуют, чтобы фальсификации на выборах были снижены на полпроцентных пункта. А Навальный стал зампредседателем счетной палаты. Нет, это будет не так. Просто какой-нибудь мужик, которого накануне обхамил милиционер, потом на него наехали пьяные гастарбайтеры или на его семью, потом он подвернул ногу на собрянинской плитке, потом он вышел из дома вечером купить хлеба и выяснилось, что ларек, которым он привык, снесли только что. А потом у него угоняют машину эвакуатором. Он достанет травмат, в упор расстреляет всех, кто там есть, а травмат с расстояния 3 метра, знаете, я лично предпочитаю гнестрел. Хоть рана чистая, сквозная, если не в жизненно важный орган, то ничего. А травмат с близкого расстояния, это просто контузия, расплющиваются все ткани, это чудовище. Расстреляет там всех, кого увидит, он сожжет этот эвакуатор. Понимаете, не дай бог, но это вызовет такое бурное ликование, что автомобильные покрышки на улицах Киева покажутся детским утренником, потому что эти эвакуаторы просто начнут сжечь. Это будет вылез явление народа. И милиция начнет переходить на его сторону, милиционеров тоже есть, автомобили их тоже угоняют, и тоже начнут сжечь эти эвакуаторы. Вот как будет развиваться наш Майдан. Понимаете, наше государство при помощи полицейских и политических мер очень грамотно и разумно раздробило оппозицию. С другой стороны, либеральные вожди оппозиции показали социалистическому и патриотическому большинству оппозиции, что они значительно дальше от него, чем та самая партия жуликов и воров и тот самый президент Путин, которыми они так не довольны. И сейчас основная масса недовольных людей, она в некоторой растерянности, потому что власть значительно ближе к ней, чем либеральные вожди. И власть расслабилась из-за этого. И мы видим, что некоторые деятели опять начали грабить. Господа, вы доиграетесь. Не надо играть со спичками на бензозаправке. Отойдите куда-нибудь в лесочек. Желательно не во время засухи. Мы видим по целому ряду направлений, что люди на уровне буквально начальника департамента, не мэра даже, даже не губернатора, не президента, даже не премьера, начальника департамента, замминистра, министра, буквально кошмарят страну, делая жизнь в ней невыносимой. Ну, ситуация очень простая. Если вы будете продолжать так, в том же духе, Крым забудется. Алик Сутовщина вспомнится. И не раз, и не два, и десять. И то, что вы уволили Шаронова, и то, что вы ограничили махинации, и то, что вы резко снизили уровень коррупции, это все уйдет очень быстро, люди к хорошему привыкают. А когда машину угоняют из-под окон, так называемые черные эвакуаторы, только деньги почему-то вам перечисляются в бюджет, и вы эти деньги принимаете. Да? Знаете? А вот это не забудете. Если вы не хотите наводить порядок, если вы хотите под видом наведения порядка устраивать грабеж и беспредел, не обижайтесь. Не обижайтесь, что ваши имена станут ругательствами. Москва очень хорошо помнит всех и уважает, кто ее строит. И Москва ненавидит и презирает всех, кто ее разрушает. Да, за это москвичей, может быть, и не любят. Но вы попали. Вы очень себя хорошо показали в последний год-полтора. Ну, можно развести руками и сказать, да, много всего было хорошего. Но вы перечеркиваете все, что вы делаете, это вакханалия с эвакуатора. А про страховщиков я уж молчу. Я понимаю, что теперь некому регулировать страховой бизнес. У нас создали мегарегулятор на базе Банка России, и теперь он регулирует всех, включая страховые компании. И в ситуации, когда две милые тетушки во главе Банка России не в состоянии даже обеспечивать, даже понять, собираются они исполнять свои обязанности по стабилизации валютного рынка или не собираются. Вообще, влияют они на курс рубля или не влияют, они тоже, как я понимаю, не понимают. Понятно, что им не до страхового бизнеса. И страховой бизнес отпустили на волю, и вот он начал самовыражаться. Господа, есть антимонопольное регулирование. Есть огромное количество проверяющих. Есть потребнадзор, в конце концов. Есть общественные организации. Вы поймите, что если страховые компании будут беспределить по-прежнему, то участь сожженных эвакуаторов, страховщикам некоторым, может показаться очень завидной. Я не преувеличиваю. Вы поймите, Россия очень долго терпит. Но когда она перестает терпеть, я не пугаю, мне это не нравится, я не хочу этого. Но когда Россия перестает терпеть, вопрос только в том, успеете вы убежать или не успеете. И как показывает исторический опыт, большинство никуда убежать не успевает. Пожалуйста, исполняйте свои служебные обязанности. Пожалуйста, не занимайтесь грабежом. Очень странно говорить такие вещи. Они кажутся азмучной истиной. Но, знаете, после определенной суммы месячного заработка, люди иногда теряют способность читать, писать, думать, даже делить и умножать. Они только пересчитывают купюрки. Коллегия, ну, как бы сказать, помягше. Не доводите до греха. Пожалуйста. Час Делягина на радио Комсомольская правда.